Ну что ж, дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Андрей, вы смотрите канал Технотерм. Недавно мы освещали историю о том, как к нам обратился клиент, у которого был достаточно большой расход газа при отоплении дома. Он пригласил нас и попросил подсказать, как же можно это потребление газа снизить. И похоже, мы этого добились. В этом видео я вам покажу, что в итоге поменялось на данном объекте, какие мы предприняли решения для того, чтобы расход газа был значительно ниже. История получила, причем, достаточно интересную развязку, поэтому рекомендую досмотреть это видео до конца. Не будем тянуть, итак, поехали. Если вы следите за нашими роликами, то эта котельная должна быть хорошо вам знакома. Буквально несколько видео назад я выпускал ролик, где показывал проблему того, что клиент тратит крайне много на отопление данного дома. 245 квадратов одноэтажного, хорошо продуманного, утепленного дома. С такой площади, при температуре на улице минус 5, где-то плюс 5 в таком диапазоне. Да, он тратил сутки 55 кубов газа. Вот такие вот у нас кругом одни пятерки. Это крайне много для нашего климата, для нашей площади. Если вы помните, здесь котельная выглядела практически так же, но кое-что здесь поменялось. Поэтому, если вы еще не смотрели предыдущий ролик, рекомендую его обязательно посмотреть, чтобы понять контекст, в чем здесь вообще проблема, чтобы было понимание. И ссылочка на этот ролик будет в описании. Итак, что мы делали поэтапно? Я сюда привлек специалиста, зовут его Сергей Рябов, постараюсь оставить на него ссылочку в описании. Этот человек как раз таки более компетентен в решении таких вопросов по касаемо оптимизации работы системы отопления. Я единственное давал просто рекомендации, согласовывал с клиентом, насколько для него эти идеи будут рациональны, полезны и так далее. Смотрите, первым делом пришел Сергей и постарался настроить газовый клапан. Сделать так, чтобы котел чаще, грубо говоря, выключался, не тактовал и так далее. Выяснилось, что котел не выдает вообще свою максимальную мощность. А из-за того, что шланг магистраль, казалось бы, всего метр магистрали, была 15 диаметра. Хотя подключение у нас под котлом, как вы знаете, у европейских котлов подключение 20. Поэтому первым делом поменяли шланг, устранили эту проблему. Теперь здесь труба идет 20, соответственно, шланг тоже идет 20 диаметра. Что нам в первую очередь помогло снизить расход газа? Мы отключили насос на бойлер, который идет. Я думаю, здесь надо все-таки тему доработать и зимой топиться как раз таки. Также нагревать бойлер сюда поставить, вернее не сюда, наверное, сюда все-таки посимпатичнее, чтобы было погружной термостат. В предыдущем видео как раз таки про это тема была, да, и как раз таки разрывать цепь насоса. Вот когда мы отключили бойлер, чуть-чуть расходы у клиента снизились. Но все равно клиент потреблял крайне много. Сейчас у нас на улице, я постараюсь отдельно показать температуру, примерно где-то 19-20 градусов. Это февраль месяц, у нас крайне теплый февраль. И если вы хорошо разбираетесь в японском языке, то хорошо можете понять, что сейчас на улице 22 градуса. Я сейчас спустился в центр города, был в верхах, это горная местность, там плюс 19 было, здесь уже плюс 22. Как вы поняли, я выбрал идеальный день для того, чтобы показать, как мы снизили расходы газа. Но не забываем, что ночью у нас достаточно все так же холодно. То есть у нас ночью температура стремится к нулю. Котел в любом случае у клиента практически не включался всю ночь. Вчера была схожая температура, где-то плюс 17, плюс 18 градусов. Вчера у клиента котел не выключался. Сейчас он не включается вообще в настроен. Сейчас посмотрим, давайте нажмем, на 55 градусов. А температура теплоносителя составляет 29 градусов. Вот здесь вот как раз таки тоже можно посмотреть. Котел у нас вообще не включается, потому что буллер работает сейчас на электротенах, вы можете услышать шум. А отопление у нас вообще никак не дает никакой запрос. Дом прогрет. И котел вообще не включается уже почти сутки. Клиент сказал, что ночью котел что-то там включался на одну комнату, ну и соответственно выключился. Что в итоге было сделано? То есть моя идея изначально была какая? Запитать один насос, который идет на большой коллектор, на большой зал. Зал где-то площадью 120 квадратов. Запитать этот насос на цепь термостатов. Соответственно, чтобы термостат давал сигнал на отключение насоса. И посмотреть, как у нас изменится расход газа. То есть обойтись малой кровью. Стоимость термостата там копейки, копейки. Можно самый простой элементарный взять. Все это обвязать, но тоже там достаточно недорогая процедура. Можно было посмотреть, снизятся у нас расходы на газ или нет. Потому что зал это у нас самая горячая зона. То есть там действительно ощущается перегрев. Соответственно, а наоборот комнаты остальные. Здесь зал и есть как так же. Вот видите, здесь я по контурам. Но здесь я насколько знаю, это санузлы и тамбур. И здесь по-моему также какие-то из этих контуров это санузлы. Соответственно, как вы видите, но сейчас подробнее про это расскажу. Соответственно, зал он у нас горячий. Остальные комнаты более прохладные. И посмотреть, как изменится ситуация. Но клиент в итоге пришел к тому, опять же пришел он с прорабом, тоже про это отдельно поговорим. Что он захотел, чтобы в пяти комнатах его стояли комнатные термостаты. Как вы видите, на коллекторе в первую очередь появились сервоприводы. Нормально закрытые сервоприводы. Бренд Feroz честно говоря с этим брендом не сталкивался. Их также принес прораб, который отвечал как раз таки за строительство данного дома. Смотрите, какая у нас была проблема. Проблема у нас состоит в том, что у нас здесь уже, как вы видите, сделан ремонт. То есть провода никакие кидать не получится. Поэтому пришлось ставить беспроводной модуль для как раз таки сервоприводов. Вот оно, радиодатчик сам, как я понял. Этот беспроводной модуль как раз таки коммутирует, контактирует, как иначе еще сказать, с термостатами. И как раз таки отвечает за работу сервоприводов. Смотрите. То есть, когда мы поставили сервоприводы почти на все комнаты, кроме санузлов, и, грубо говоря, тамбура еще тут, по-моему, санузел уйдет. А, нет, все, вспомнил. Это терраса. Тут есть терраса с витражными окнами. Она не отключена. Тамбур и санузлы. Соответственно, когда только сервоприводы были установлены, котел ушел в режим ожидания. И до сих пор не включается, потому что температура, выставленная термостатом в 24 градуса, она до сих пор не пришла в то состояние. То есть, там сейчас 25 градусов, то есть, солнышко светит, котел вообще не включается. Давайте прогуляемся, чтобы убедились, какая здесь температура стоит в помещении. Так, видите, 25,3 градуса. Жмем. Чуть-чуть контур свет. Тут так нажимаем. Температура какая у нас? 24 градуса, да? Выставлено. Идем дальше. Давайте пройдемся. Посмотрим, куда нам тут получится попасть. Давайте еще вот в кабинет зайдем. Как раз таки здесь света нет. Возможно, будет плохо видно. Здесь 24,1 градуса. Но здесь, насколько я знаю, выставлена температура 23,5 градуса, если вы видите. То есть, видите, дом достаточно в прогретом состоянии. Но при этом обращаю ваше внимание, что котел вчера работал, как клиент сказал, без остановки. Включался, отключался, вернее. Включался, отключался. Это тактование, да? Процесс. Жара, потому что на улице. Соответственно, сервоприводы помогли решить проблему большого расхода газа. Конечно, можно будет смело заявлять о том, насколько эта идея эффективная, когда уже, грубо говоря, будет холодно. У нас ожидается скоро похолодание через пару дней. Как раз таки вот будет уже понятно, насколько это эффективно. Но уже сейчас можно сказать, что котел практически не работает. Жара на улице, дом прогрет. Как он сказал, периодически он включался ночью. Это вот дальние комнаты были холодные, да, такие. Котел, говорит, замечал, что включался. Работал некоторое время, прогревал и отключался. То есть, видите, иногда автоматика, термостатика, она позволяет снизить как раз таки расходы на потребление газа. Тоже про эту тему есть отдельный ролик. Я как раз рассказывал, что банальное подключение комнатного термостата к котлу может также оптимизировать ваши затраты. Если котел работает почему-то без остановки, тоже частое явление. Хотя хата достаточно серьезно прогрета. Здесь была температура вчера в зале 27 градусов. Представляете, да, это чересчур уже тепло. Причем на улице была также хорошая плюсовая температура. Плюс ко всему, почему еще сервоприводы не были поставлены на все контура. Да, то есть по логике можно было добить эту систему и сделать все максимально грамотно. Сергей, монтажный специалист, сделал все таким образом, что когда перекрываются все сервопривода, отключается также и котел. То есть котел не работает. Но, с учетом ограничений данного модуля, как я понял, невозможно отключить насосы. Поэтому насосы продолжают свою работу. И как раз таки они продолжают свою работу на тех контурах, которые вот эти вот незакрытые контура. Вода, терраса, тамбур, входная зона, да, и санузлы. Соответственно, насосы продолжают работу. Не происходит каких-то либо дискомфортных моментов. Насосы, скорее всего, таким образом прослужат гораздо дольше. И плюс ко всему, пока тепло, в любом случае, котел у нас не включится пока. Какой-нибудь из сервоприводов не подаст запрос на включение. Термостаты, соответственно, беспроводные стоят. Все это по беспроводу. Крайне не дешевая тема, как вы понимаете. Все это стоит достаточно дорого. И самое важное, что как раз таки, как я понял, проинвестировал всю эту идею сам прораб. Специалист, который отвечал за строительство, ремонт всего этого дома. Вы писали в комментариях крайне нелицеприятные пару вещей, касаемо монтажников. Хотя я в прошлом видео тоже сказал, что работа в целом выполнена хорошо. Есть недочеты в силу каких-то определенных незнаний или нежелания знать каких-то определенных новых вещей. Вот опять же, я говорю про то, что нахрена брать гораздо более дорогой двухконтурный котел, когда можно взять одноконтурный. И они продаются гораздо, то есть в больших количествах здесь продаются именно одноконтурные луны. Двухконтурные вообще крайне редко пользуются спросом. И я, насколько знаю, сам продавец им тоже про это рассказывал. Прораб, ну, ребятам, которые покупали. Покупали здесь, как я понял, сами монтажники. Прораб просто контролировал весь процесс, да, принимал работу и так далее. Но ребята взяли двухконтурный. Скорее всего, просто из-за незнания того, как подключать сюда модули для управления буллером. Но опять же, как заметил прораб, ребята вполне себе нормальные, но не стояла задача у ребят, грубо говоря, взаимодействия с клиентом. Оказалось, когда клиент встревожился, что у него большой расход газа, прораб, как я понял, отсутствовал в данной стране. И, грубо говоря, он поручил ребятам как-то решить этот вопрос, пока его здесь нет. Но ребята, специалисты, монтажники, сантехники, они зачастую не всегда подкованы в плане разговоров, да. Вполне возможно, что они сами встревожились, не знали, что здесь как и происходит, потому что они-то работу выполнили, а для них саму неожиданность устала, что котел много жрет. И вот пока прораба здесь не было, клиент обратился к нам. А когда прораб приехал, оказалось, что это вполне себе толковый специалист, который готов решать проблему, и он действительно сам не был готов к тому, что какая-то сложность здесь случится, поэтому он приехал, и как раз-таки с клиентом они как-то договорились, что проблема будет решена. Все, что он сказал, вы, пожалуйста, нам не мешайте, скажите просто, что, как сделать, покажите, давайте, и мы вас наймем, как специалистов прораб даже, да, грубо говоря, был готов к этому. Просто решите проблему, если вы уверены, что проблема решится, типа, я готов все это вам проспонсировать, потому что прораб, как здравый человек, который работает в бизнесе, грубо говоря, он понимает, что за какие-то определенные вещи он несет ответственность. В итоге решение, насколько я знаю, здесь, наверное, потрачено, я так и не понял. Но сначала мне счет сказали где-то в районе 1000 долларов, да, буду говорить, в иностранной валюте, так как смотрят с разных стран. Но, как я понял, клиент также проспонсировал половину стоимости. Но не похоже на то, что здесь, грубо говоря, около 2000 долларов, потому что сервоприводы, ну, сколько долларов? Наверное, 25 и тут, ну, 30 долларов. Обычно в районе 300 долларов сервоприводы. Коммутационный модуль 200 долларов. Беспроводной. Работа, ну, наверное, долларов 150. Ну, пока я на 2000 не собрал. Скорее всего, действительно, прораб компенсировал большую стоимость вообще всех этих работ. Так что, как вы видите, банальная автоматика может позволить значительно сэкономить расходы на газе. Вот такой вот конец получился вот этой истории. Посмотрим еще на холода. Скорее всего, проблем уже действительно не будет, потому что все стало достаточно грамотно. Как вы видите, котел вообще не работает. Пламя не горит. Индикации пламени нет. Котел не включается уже почти сутки. Вчера вечером часов 7 закончили работу. Сейчас у нас обед. Сейчас дня. Котел, в принципе, не работает. Вот оно решение. Зимой будет примерно то же самое. Не будет никакого перегрева, какую температуру задали. Так все и будет. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно было для вас интересным, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще этого не сделали. Впереди много интересных вот таких вот подобных видео. Обязательно жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Тогда вы будете получать оповещение первыми о выходе новых видео. И обязательно оставляйте свои комментарии. Если есть какие-то вопросы, тоже их пишите. Если есть какие-то замечания, будет интересно послушать по этой котельной, если вдруг что-то заметите. И пишите просто комментарии, потому что если ролик полезный, чем больше комментариев, тем больше людей смогут увидеть этот ролик. И, соответственно, большим людям мы сможем помочь какой-то вот такой вот полезной информацией. За кадром Андрей. Вы смотрели канал Технотерм. До встречи в новых видео. Прошло полчаса, как я тут в котельной торчу. И вот котел при мне наконец-то включился. Давайте вот буквально 5 секунд назад перед съемкой видео он включился. Давайте посмотрим, как быстро он выключится. Мне очень интересно, какой термостат попросил запроса. Мне кажется, что сейчас котел опять проработает минуту и выключится. Смотрите, как быстро нагревается теплоуноситель. Причем котел даже, смотрите, на вторую ступень включился. А даже на третью, видимо, да? Я не помню. По-моему, три пламени должна быть из третьей ступени. Быстро-быстро набирает. Какой же у нас сервопривод? Так, вот он у нас, видите, как раз запрос пошел. На коммутатор. Оп! Насос отключился, сами видели. Котел употнул. Все. Теплоуноситель остыл. Моментально. За счет циркуляции насоса, за счет того, что вот эти контура, они у нас открыты.